Безопасность дорожного движения и развитие сети автомобильных дорог. Таковы основные темы первого в этом году заседания Совета при полномочном представителе президента России в ПФО Михаиле Бабиче. Заседание состоялось в Саранске. В нем принял участие и глава Чувашия Михаил Игнатьев. 330 тысяч километров автодорог проходят по территории Приволжского федерального округа. Это 23% всех дорог страны. Последние три года в округе провели большую работу по строительству и реконструкции дорожной сети. Однако только за 2015 год на дорогах ПФО погибли 4,5 тысячи человек. 54 тысячи получили различные травмы. Одной из причин специалисты называют ненадлежащее качество полотна, а значит принятых мер недостаточно. Сейчас мы еще фокус наведем на эту проблему и более предметно посмотрим на наиболее опасных участках, что можно сделать. Вот сейчас прозвучало предложение представителям ВД по организации тросового ограждения, чтобы, так сказать, минимизировать случай выезда на полосу встречного движения. Другие меры, конечно, будем принимать. Практика показала, российские водители зачастую больше переживают за свой кошелек, чем за собственную жизнь. А значит установка комплексов в виде фиксации на опасных участках мера действенная. Однако, чтобы она дала результат, нужно, чтобы эти комплексы исправно работали. С этим пока в ряде регионов проблемы. Три региона не обеспечивают работу в виде фиксации. Мы обсуждали этот вопрос. И Чувашская республика в том числе. Здесь мы, конечно, должны поработать, посмотреть. Единые стандарты на уровне Российской Федерации будут приняты. По виде камерам, по тем регламентам, как все это должно осуществляться. Как деньги будут собираться. Понятно, они у нас все остаются. И с этой точки зрения, на сегодняшний день все камеры должны работать. Решение проблемы глава Чувашии пообещал проконтролировать лично. На заседании совета также отметили. Только два региона округа на 100% обеспечили софинансирование дорожного фонда по дорожному хозяйству. Это Татарстан и Чувашия. Еще одна хорошая для нашего региона новость. Для нас, для всех, это важно и значимо. То, что вчера в своем докладе министр транспорта Максим Заколов назвал «Московский мост города Чебоксара», Алексей Олегович. Что это тоже как приоритет, обозначенный на уровне правительства Российской Федерации, который они будут софинансирование осуществлять. Ольга Пирычкина, Елена Гальперина, Андрей Шоклев, Республика.